В нашем городе завершился 9-й по счёту всероссийский турнир по боксу класса А имени заслуженного мастера спорта Александра Островского. Если кто не знает, поясним. Турнир класса А даёт победителям возможность выполнить норматив мастера спорта России. А если кто-то ещё думает, что соревнования, которые проводятся с 2004 года рядовые, тот глубоко ошибается. Достаточно пересесть титулы одного из знаменитых боксеров страны Александра Островского. Чемпион Советского Союза, победитель игр доброй воли, обладатель Кубка Европы. Многие поколения омских спортсменов прошли через этот турнир, затем добиваясь высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Я считаю, что этот турнир даёт также толщок в развитии бокса в нашем регионе. За последние годы появились секции в наших муниципальных районах, в Теврисском, Тарском, Калачевском и других районах. Надеюсь, что омские спортсмены-боксёры внесут достойный вклад в копилку, в медальную копилку нашего региона. Надо ли говорить, что боксёры, выходящие на ринг, горят желанием, по крайней мере, повторить успех своего знаменитого предшественника. А то и превзойти, показав красивый бокс. Даже не первое место на этом турнире, на котором выступили свыше 100 боксёров, не огорчает. Престиж соревнований такого уровня, пока единственный в городе, обязывает радоваться как начинающим боксёрам, так и спортсменам с опытом. Это однозначно успех, потому что это очень крупный, серьёзный турнир, на котором собирается достаточно много опытных, серьёзных соперников. И дойти до финала было для меня действительно хорошим достижением, хорошим результатом. А всё-таки, чем привлекает бокс этот вид спорта, который для несведущих, несознательных в кавычках граждан, ассоциируется с дракой? Молодые ребята, когда приходят заниматься боксом, они ещё не думают, что они станут великими спортсменами. Они, как правило, приходят научиться ударам, защитам. То есть у них такое чисто прикладное научиться драться, так сказать, чтобы за себя уметь постоять на улице. А потом уже начинается соревновательная деятельность, это всё затягивает, и они уже становятся профессиональными боксёрами. То есть тренировки, школа, поездки на соревнования в различные города. И они уже становятся более дисциплинированными и забывают, что бокс дисциплинирует. Это преодоление своих страхов, в первую очередь. Путь, по которому, ну, вопреки своим каким-то страхам и убеждениям, я пошёл для того, чтобы, ну, победить, одержать победу, прежде всего, над собой. Без лишней скромности отметим. Многие боксёры, дабы добыть желаемый результат, прибегают к средствам массовой информации. Но точнее, к тем видам техники, которые мы используем в своей работе. Конечно, есть много недочётов. Дальше на видео посмотрим, записи посмотрим. Будем исправлять ошибки. На первый, для обывателя взгляд, бокс не требует особенной умственной подготовки. Знай, маши себе руками и попадай ударами в соперника. На самом деле, всё не так просто. Для обывателя, для меня, да, я думал, что бокс – это рефлексы, там, ну, техника. Ну, в том понимании, как это видно по телевизору. А здесь я вчера на тренировке убедился, что интеллект, первым делом интеллект. И всё это абсолютно домыслы, если что-то там люди говорят по поводу спортсменов, которые занимаются такими видами спорта, единоборствами, боксом в частности, что там что-то как-то человек без интеллекта на рефлексах бьётся. Абсолютно нет. Это прям настолько развитый не просто организм, но и сам мозг у человека. В боксе, как и в другом виде спорта, есть свои секреты, свои нюансы. Кто-то разрабатывает тактику боя, а кто-то сам стремится за канаты. Слушаем мнение тех, кто на ринге и тех, кто за его пределами. Первые вот раунды, когда ты ещё свежий, ты ещё, да, думаешь, что куда. А когда уже последний раунд, последние минуты, там уже, уже как бы тяжело, и думаешь, лишь бы попасть и всё. Всё, а как там, обмануть уже не получается. Ну, может, не хватает, я говорю, опытом не может не хватает. Тренер, как правило, переживает, я думаю, даже больше, чем некоторые воспитанники. То есть тренер выводит бойца на бой, сидит, как бы секундирует его в углу. И много раз наблюдал такие картины, что ученик в ринге забывает сделать уклон, а тренер сидит и делает уклоны и нырки вместо своего ученика. У ломского бокса, безусловно, большое будущее. Тем более, когда его не обделяет вниманием такая организация, как городской фонд поддержки спорта. Конкретно направление бокса, оно новое, абсолютно неизведанное, оно очень интересно. Большие массы задействованы, его величество бокс никто не отменял. Здесь уже, если говорить словами физиков, то, ну, наверное, у нас в организации происходит квантовый, или произошел квантовый скачок. То есть мы перешли от поддержки, от содействия развития физкультуры и спорта. Уже непосредственно переходим к развитию. То есть в данном случае я вот вижу, насколько вообще заинтересована молодежь. Посетил кое-какие мероприятия, там, спортивные, боксерские турниры разного уровня, юношеские, вот международный турнир, чемпионат города, где вот Илья Гвоздев первое место занял. Наверное, все-таки, если касаясь реалий, которые сейчас есть, то да, бокс, он не просто сочетается, он прям идет вплотную, тесно, можно сказать, внутри всего того, всего спорта, всей той деятельности, которой мы занимаемся. Можно, конечно, и играть в шахматы, а можно, как эти бесстрашные парни, выйти на ринг. В принципе, результат участия в каких бы то ни было соревнованиях должен прийти к одному знаменателю. Спорт – это неотъемлемая часть жизни. То есть нельзя говорить, что это моя жизнь целиком и полностью, но без этого я, собственно, жить тоже не могу. То есть это, знаете, это идеология, это образ жизни, скорее всего. Спорт – это часть, неотъемлемая часть жизни. Надо, 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 да, завлекать их, заманивать. Ну, все, опять же, индивидуально, все люди разные. Кто-то сам идет, кого-то надо, родители заставляют, но через некоторое время он понимает, что это ему надо и в жизни пригодится, и начинает сам ходить, с удовольствием занимается, тренировки посещает. Добавить к сказанным словам практически нечего. Радость победы, заслуженные награды, признание поклонников и осознание того, что ты что-то смог в своей жизни – вот итог занятия спортом. А соревнования имени Александра Островского далеко не лишние тому подтверждения.